Глава городского округа Люберцы провёл очередную встречу с жителями. В онлайн-режиме во время прямой трансляции в социальных сетях обсудили вопросы, связанные с зимним содержанием территории, работы коммунальных служб, а также культурно-развлекательных и спортивных мероприятий в новогодние праздники. Все подробности прямо сейчас. Во вступительном слове Владимир Ружицкий привёл статистику заболеваемости коронавирусной инфекцией за текущий период. Рассказал о готовности ресурсоснабжающих организаций, управляющих компанией дорожных служб округа к Самарском. Зима – это всегда испытание для коммунальных служб. И зимой самое главное и важное – это сохранить тепло, подача тепла в наши жилые помещения, социальные объекты. И просто везде, где мы с вами работаем, трудимся, заходим, не важно, магазин или какие-то другие учреждения, должно быть тепло. Поэтому могу сказать, что мы к зиме готовились. На сегодняшний день в округе работают 14 ресурсоснабжающих организаций, 81 котельная, 6 аварийно-спасательных бригад и единая диспетчерская служба. Затем жители имели возможность задать свои вопросы, обратившись на горячую линию в прямой эфир. Дом 23, классе 37. У нас тут много таких потерпевших. Все время течет крыша. Вот помогите, пожалуйста. Как вас зовут? Елена Васильевна. Елена Васильевна. Вы свои телефоны, я думаю, моим коллегам оставили, да? В протокол мы запишем. Василий Иванович, надо свои звонки на место, мы проверим, как-то актировать, понять. Там управляющая компания, скорее, ЛГЖТ, скажем, тоже сообща, совместно с ЛГЖТ проверить. Много обращений жителей поступало по новогоднему убранству города, а также по праздничным мероприятиям, которые будут проходить в Люберцах в предстоящие каникулы. Владимир Ружицкий заверил, что праздник состоится. В округе запланировано более 100 различных мероприятий для взрослых и детей. Все, что связано с зимними видами спорта, мы этим вопросом плотно занимаемся. У нас сегодня залито 19 катков, это 13 во дворах, 5 на стадионах и 1 в парке. И я думаю, что вот в эти дни эти катки все начинают работу, поэтому стоит задача эти катки тоже содержать в нормальном состоянии. Помимо прямой линии, вопросы главе также поступали и на электронную почту. В поликлинике номер один, на птичке нет детских специалистов, ни невролога, ни лора. У нас специалисты есть, если каких-то врачей-специалистов нет, то формируется тогда маркетизация, разработанная маркетизация по другим клиническим отделениям. К сожалению, да, у нас имеется кадровый дефицит детских поликлиниров, но врачи-специалисты в наличии в Люберецкой областной больнице все есть. В конце встречи Владимир Ружицкий поздравил всех жителей Люберец с наступающим Новым годом. Я искренне хотел бы пожелать, чтобы в эти предпраздничные новогодние дни все задуманное свершилось, беды обходили стороной каждого, каждую семью. Я сегодня желаю всем благополучия, бережно относитесь к себе, к своим близким. Ирина Камышева, Денис Заугольников, Пётр Пономаренко, телеканал ЛРТ.